Всем здравствуйте дорогие друзья, я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке, пожалуйста, не проходите мимо, помогите пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация, я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Об этой игре много говорили, ее долго ждали и вот наконец она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. А вот получится ли у них, узнаем на EATV. Не завидую я болельщикам на трибунах стадиона Арсенала, погода сегодня дождливая и похоже матч будет непростым для обеих команд. Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии, постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Сегодня мы смотрим трансляцию группового матча Лиги Чемпионов. Отличное продолжение вечера. Сегодня Арсенал сыграет против Париса Энжермен. Момент для Мбаппе. Защита справляется с ударом. Смотрим состав Арсенала. В воротах Аарон Рамсдейл. Уильям Салиба начинает с Габриэлом в центре защиты. Деклан Рай сыграет с Томасом Партеем в центре полузащиты. И в нападении играет Габриэль Жезус. Это состав Париса Энжермен. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарума. Лукас Эрнандес в обороне играет с Маркинисом. Марко Асенсио с первых минут играет с Неймаром на флангах в полузащите. И в нападении сегодня сыграет Киллиан Мбаппе. Должен был он забивать, а в итоге удар от ворот. Мяч сыграно. Сам потащил мяч вперед. Мбаппе. Хакими с мячом. Мбаппе. Неймар. Сложно у него мяч отобрать. Мяч успешно выбит. Партнеры поддерживают эту атаку. Резкое движение. Он уходит с фланга. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Томас Партой. Арсенал в атаке. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. А Арсенал зарабатывает штрафной. Слишком далеко до ворот и даже в створ не попал, хотя удар получился. Но мне кажется, вратарь все видел и контролировал. Лукас Эрнандес. Вот такой отбор. Соперник остается без мяча. Марко Асенсио. Марко Асенсио. Ашраф Хакимис мячом. Момент для Мбаппе. Удар отбит и нужно играть. Очень уверенная игра в отборе. Они убегают в контратаку. На руках должны носить защитники своего галкипера после недавнего сейва. Да и не только защитники. Ничью он сохранил для всей команды. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Марко Вератти. Превращение Парис Сен-Жермен в по-настоящему большого игрока на европейской арене состоялось с покупкой 70% акций клуба Катарским инвестиционным фондом в 2011 году. Извини, что прерваю. Это отличный шанс забить. Вытаскивает мяч галкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Машаду Феррейра. И пробил. Он бросился под мяч. Здорово мяч у них ходит. И соперник никак не может его отобрать. Неймар. Отличный перехват. На этом атака закончена. Деклан Райс. Томас. Штрафной в пользу Арсенал. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях. И посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку. Даже рука потянулась к карману. Но в итоге обошлось. Габриэль Мартинелли. Как бы это все к потере мяча не привело? Просто у него мяч не отберешь. Марко Веррати. Без мяча остается Арсенал. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Асенсио. Какие тут варианты у него есть? Мяч в штрафной. Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ. Было опасно. Парис Сен-Жермен получает право пробить пенальти. Очень хороший момент, чтобы открыть счет. Тащит, тащит вратарь этот удар. Обостряет в сторону штрафной. Неймар. Мяч у Веррати. Неймар. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Вильям Салибан. Первый тайм подошел к концу на Арсенал Стадиум. Перерыв. Начинает второй тайм команда. Есть партнеры в атаке с ним. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Габриэль. Вильям Салибан. Он хорошо держит мяч, а отнять его пока не получается. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Ашраф Хакими. Джанойджи Доннарума. Марко Веррати. С мячом Габриэль Мартинелли. Мартин Эдегор. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Тут контратака может получиться. Кириан Мбаппе. Мбаппе. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной. И им это удалось. Вильям Салибан. Уильям Салиба с мячом. Габриэль. Игроки Арсенала отдали мяч соперникам. Мбаппе. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Одновременно обе команды решили замены провести. Классная игра в отборе. Классная игра в отборе. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Четко работает защита. Удар заблокирован. Избавляться от мяча сейчас надо. Александр Зинченко. Габриэль. Кай Хавертс. Габриэль Мартинелли. Хавертс. Мартинелли с мячом. 20 минут до конца основного времени матча. Он хорошо прочитал момент и перехватил мяч. Они убегают в контратаку. Но ничего здесь не получается создать. Томас Партей. Мартин Одергард. Но наконец-то гол. Гол. Счет открыт. Очень долго нам пришлось этого ждать. Я уже думал, что все так и закончится с нулями на табло. Хороший гол у них получилось забить. Еще раз нам его повторять. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Ашраф Хакими. Эрнандес. Марко Вератти. Нет права на ошибку в этой атаке у ПСЖ. Времени на вторую атаку может не хватить. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. С мячом Бакайо Сака. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. До конца игры 7 минут. Он накручивает соперников одного за другим. И в самом конце матча им все-таки удается сравнять счет. Ой, какой важный мяч они забивают. Да, ликуют трибуны. Спаслись в самом конце. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. Необычный гол он забил. Пробить бы тут просто в створ, но он решил сыграть более изящно. И перекинул мяч через вратаря. Снова равенство на табло 1-1. Томас Партей. Хаверц. Габриэль. Вильям Салибан. Ну что, побежали они вырывать победу. Отличный удар. Забрать мяч не получилось. У вратаря он в игре. Так ни к чему этот момент и не привел. Ли Кан-Ин. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Мбаппе. 90 минут команды провели на поле. Создавали моменты. Но в итоге так и не выявили победителя. У нас ничья. И так по-катологу. Гопус. Субтитры сделал DimaTorzok